здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчера произошло удивительное событие резко взлетели акции газпрома и сейчас я расскажу вам почему они взлетели посмотрите что предшествовало непосредственно вот этому взлету вот вы только посмотрите и вы увидите что это правда акции газпрома взлетели из-за меня не верите сейчас вы убедитесь в этом воочию потому что посмотрите что произошло непосредственно перед взлетом акций газпрома что я сделал и так смотрите посмотрите я держал у себя в портфеле акции газпрома и решил их продать вот в этот момент и сразу после этого акции газпрома взлетели вы понимаете то есть моментально видите вы видите это видите то есть первое событие я продаю акции и акции тут же взлетают напишите пожалуйста в комментариях было ли с вами такое бывало ли такое с вами и многие скажут что слушай юра ты слишком себя переоцениваешь но я могу вам сказать на какую сумму у меня было куплено акций больше чем на 10 тысяч рублей вот и вы видите да два события я продаю акции газпром взлетает вы скажете что нет причинно-следственной связи но смотрите одно событие происходит я говорю что там есть причинно-следственной связи я продал акции вот одно событие происходит и после того как это событие произошло непосредственно происходит второе событие связь налицо не так ли и еще один момент да вы скажете что но это может быть случайное совпадение но опять же я типа никак не связан я связан с акциями газпром потому что я их продала я их являлся владельцем кто-то может сказать что влияние этого фактора того что я продал крайне невелико и будет прав на самом деле потому что я не склонен считать что я являлся вот этим спусковым крючком что все 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 значит в газпроме сидели и ждали смотрели когда же юрий демитков продаст эти акции не так ли а теперь давайте посмотрим здесь просто вот очевидный совершенно пример когда можно за уши притянуть как бы к объяснению какого-то явления за уши притянуть вот то что выгодно нам и здесь понятно что вот просто вот очевидно да но есть некоторые вещи которые едят верят миллионы людей и вы эти вещи когда нарушается вот это вот логика пространство сказать ну как бы в это люди верят постоянно потому что это эксплуатирует в новостях это эксплуатирует в политике журналисты и люди постоянно кушают вот эти новости смотрите привожу пример наверняка среди вас есть люди которые голосовали за путина я в этом абсолютно уверен потому что за путина последнее время проголосовали на последних выборах там какое-то гигантское количество человек в районе там 70 процентов населения но не население а проголосовавших не так ли и какой аргумент говорит в пользу путина и какой аргумент то есть вот кого не спроси у вас наверняка есть знакомые напишите пожалуйста если среди вас среди вас или ваших знакомых такие люди которые считают что ельцин и дерьмократы всякие разорились страну либерасты там и так далее кто верит в то что ельцин ельцин сделал все плохо потому что это был ельцин а потом пришел путин и тут же все наладил что путин просто вот гений экономической мысли а сейчас я вам покажу другой график посмотрите вот сейчас вы видите график цены на нефть которая была за все время и вот я не помню когда пришел к власти ельцин но я хорошо помню когда пришел к власти товарищ путин посмотрите сюда смотрите 1999 2001 где-то ровно посередине вот здесь путин а вот здесь ельцин и вот здесь вот была приватизация так сказать там прочее 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 и здесь цены на нефть были низкие и только-только вот экономика начала расти ельцин стал я устал я ухожу свое знаменитое и приходит к власти путин смотрите что происходит через год-два нефть начинает расти бешеными темпами бешеными темпами что это это заслуга путина или так случилось в мире проходит несколько сколько там раз раз два три четыре года первый срок путина ну что-то он делает значит идет второй срок путина второй срок путина вот здесь и со второго срока тут же нефть начинает расти раз два три четыре вот примерно вот до сих пор потом приходит власти медведев и буквально через полгода значит бабамс обвал о чем это говорит о том что медведев плохой правильно не так ли да давайте я нарисую вы просто посмотрите но при медведеве надо сказать что я бы не сказал что путин ушел путин остался премьер-министром вот соответственно 1 в 2012 году короче говоря снова путин приходит и почему-то мы все проголосовали за путин и стал вот все говорят было хорошо при путине почему было хорошо при путине это не при путине было хорошо вот в этот момент вот в этот момент друзья мои я вам гарантирую что вот в этот момент кто бы не пришел к власти жизнь в стране улучшилась бы понимаете и это зависит не от этого человека а вот от этой несчастной нефти потому что нефть у нас являлась главным экспортным товаром но это совпадение всего лишь точно такое же совпадение как то что я продал акции газпрома они взлетели здесь тоже самое просто человек оказался у власти в нужное время и в нужное месте и присвоил себе вот этот вот экономический рост который произошел вы знаете если бы пришел в это время власти был кто-то другой я думаю что мы запросто могли бы жить в разы лучше потому что это было время экономического роста бешеного и когда мы смотрим ну скажем спросите у людей которые были в арабских эмиратах до 2000 там первого года и после 2015 года что произошло там как изменилась столица арабских эмиратов что произошло в катаре за это время и что произошло в россии подумайте спасибо за внимание напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу и поставьте лайк то что это очень важно спасибо с вами был демитров юрий